В Украине помогает 50 государств. Это не преступление. Ошибаться можно, брать нельзя. Новый зам Белоусова по Минобороны, 58-летний Олег Савельев, не указывает в декларации 22-летнюю жену, чтобы не светить записанное на нее имущество. Спрятанная недвижимость чиновника исчисляется миллиардами рублей. Сын Савельева от предыдущего брака призывного возраста, но в армию не пошел, а руководит бизнесом, который на него переписал папик. Отдыхает в стране НАТО Турции, занимается теннисом и тусит на вечеринках. Ну не подыхать же в окопе где-нибудь под Волчанском. Предыдущему заму Шойгу Минобороны Тимуру Иванову, который уже сидит в СИЗО, вменили сумму взятки более 1 миллиарда рублей. Это если вдруг у кого-то были вопросы, почему защитничкам приходится покупать броники за свой счет. Хотя те, кто покупает броники и идут подыхать за генералов-миллиардеров, таких вопросов обычно не задают. Каски, бронежилеты и огнетушители – это средства защиты, которые раздали жителям Белгородской области и местные власти. И предупредили, пожарные в случае атаки дронов приезжать не будут, слишком опасно, они могут попасть под повторный обстрел. Так что спасайтесь и тушите возникающие пожары сами. Организованные эвакуации также не предлагают. Вместо нее – единовременная выплата – 10 тысяч рублей. Жителей такие условия не устраивают. Они записывают обращение к президенту России и просят, среди прочего, отодвинуть линию фронта от их региона. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре, 1984 год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. Пенсионерка бабушка Шура живет в селе Козинка Белгородской области. Оно находится буквально на границе с Украиной и регулярно оказывается под обстрелом. Местным жителям раздали каски, бронежилеты и те самые огнетушители. Губернатор Вячеслав Гладков прямым текстом сказал, что пожарные на помощь приезжать не будут. Кроме средств защиты, в качестве помощи местные власти предлагают жителям приграничных районов единовременную выплату – 10 тысяч рублей. Предполагается, что на эти деньги люди самостоятельно покинут опасные районы, рассказывает журналист издания «Пепел» Никита Пармёнов, который пообщался с жителями Белгородской области. Полноценного ввода чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и эвакуации в Гурокуне не было. И, соответственно, люди фактически сами себя эвакуировали, а теперь они остались в ситуации, когда им буквально предлагается компенсация в 10 тысяч рублей единовременная, то есть это не какое-то там пособие, еще что-то. Один раз заплатят 10 тысяч рублей, что меньше прористочного минимума. Тоже зарплата, откровенно говоря, по стране немаленькая, средняя, которую взять, допустим, она позволяет приобрести существенно большее количество бутылок, чем, например, средняя зарплата советского периода. Организованно вывозят из приграничных территорий только детей. Некоторые жители выезжают самостоятельно, но что делать дальше, они не знают и записывают видеообращение к властям с просьбой помочь им. 24 июня 2024 года я находилась на своем рабочем месте, в магазине «Новострой», когда начался обстрел. Одним из снарядов повредило очень сильно магазин, пострадали люди на парковке, получили психологическую травму люди в магазине. Сотрудники, покупатели. После обстрела я собрала вещи, собрала детей, и мы своими силами выехали в Подмосковье к родственникам. Средств к существованию у нас нет, работы пока нет. Как нам быть дальше, я не знаю. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго. В Белгородской области в результате обстрелов разрушены тысячи квартир и частных домов. Точное количество повреждений подсчитать невозможно. Но еще в январе прошлого года власти официально сообщали о почти трех тысячах разрушенных жилых строениях. Чиновники предлагают компенсацию – 100 тысяч рублей. Однако получить ее в условиях войны не так-то просто. У тех, у кого сгорел дом полностью, было полностью уничтожено имущество, те могут рассчитывать только на 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в современных российских реалиях – это, конечно, не те деньги, на которые какая-то немногодетная семья или один человек какое-то длительное время может прожить, освоиться на каких-то новых территориях, новых регионах. И все это, опять же, при условии, если ваш дом был полностью уничтожен со всем вашим имуществом. А для этого нужна определенная экспертиза. Для этого должны выехать эксперты, оценить, что ваш дом действительно сгорел. Как мы видим, по тому, что жителям выдают огнетушители для тушения своих домов, ну туда даже пожарные, собственно, из-за угрозы атак дронов не выезжают. Государственное информационное агентство со ссылкой на Гладкова заверяют, кроме денег жители пострадавших районов могут рассчитывать на получение нового жилья взамен разрушенного. Соответствующие заявления написали уже больше тысячи человек. И 339 семей, согласно сообщению ТАСС, уже получили ключи от новых квартир. Ну чушь какая-то. Жители Грайворонского округа, записывая обращение к президенту России Владимиру Путину, говорят, что им подобную помощь не предложили. После начала интенсивных обстрелов в марте наша многодетная семья выехала из Грайворонского округа. Сейчас мы снимаем жилье за пределами Белгородской области. Никакой поддержки и компенсации нашей семье нет. Просим вас возместить расходы жителей Грайворонского городского округа в полном объеме на аренду жилья в других районах и регионах. Просим предоставить жилищные сертификаты по Херсонскому сценарию для жителей, желающих покинуть зону обстрела. МАС-16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии Делинк-16, которая позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это и сделают для него средства разведки, космической и воздушной. Сегодня генерал Апти Лаудинов пообещал, что конфликт закончится в этом году. Так никто не спорится. До конца года? Джуджуд. Ну, мирный переговор, да. Нет, он сказал, что победой. Хорошо, какая победа? До каких территорий дойдем? Победа Российской Федерации про территории он не в курсе. Если вы знаете, расскажите. Просто я напоминаю, что президент Российской Федерации до этого сказал, что, соответственно, 4 субъекта Российской Федерации должны быть полностью в своих границах, поэтому есть такое предположение, что цель и задача... Но это он давно сказал, когда включил их в Российскую Конституцию. Теперь он перерассказал это для партнеров на Западе. Да, он сказал, что в случае, если в этих территориях, соответственно, не будет вооруженных сил других стран, это будет предполагать, собственно говоря, то, что можно привести к мирным переговорам. Это есть условия мирных переговоров, которые были объявлены в пятницу, в прошлую пятницу, на, соответственно, коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Поэтому исходим из того, что это условия для, соответственно, завершения конфликта в победной составляющей. ОМТВЮА. Про Головне. Я, Юршов Алексей Евгений, обращаюсь в комитет солдатских матерей, нашим женам и сестрам, и другим правозащитным мужам Российской Федерации. Мы, мобилизованные батареоном 18-22, первой роты из Подмосковья, приехали в город Стадовск, копали в течение года окопы, таскали брюна, занимались всякими строительными сооружениями. Мы не занимались никакой боевой подготовкой. После этого наше командование бросило нас на передний край без всяческой боевой подготовки, без средств связи, без артподдержки, без бронетек, без всего, без продуктов. Мы, я старший этой группы, старший этой группы, рядовой, займите рядовой, рядовой, решок Алексей Евгений, я являюсь старшим этой группы. Нам командование сказало, что находиться там от трех до пяти дней на переднем крае, потом придет смена, поменяют нас. Мы находились там 12 дней. У нас кончилась связь. У нас кончились продукты питания. У нас нет воды. Мы три дня ничего не ели. Вражеские диверсионные группы заходят на наши позиции. Мы ничего не можем им противопоставить, потому что у нас нет никакой поддержки. Мы теряем много людей. Мы хотим, чтобы нас перевели с переднего края на вторую или третью линию обороны. Или просто отправили домой. К женам, детям. Я женат. Меня дома ждет жена. Меня дома ждут дети. У всех у нас есть жены и дети. Все их нас ждут. Шойгу, когда прекратится этот беспредел, хватит уже людей пускать на убой. Сколько можно погибать, сколько жил может оставаться вдовами, сколько парней-инвалидов остается. Хватит. Мы не хотим больше воевать. Сколько можно. Мы хотим. Домой. Россия действительно нужна сейчас, в настоящее время, очень талантливая, нестандартная, очень креативная дипломатия для того, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой. Сциллой капитуляцией и Харибдой. Ну понятно. Или сдаться сразу, или сдаться вынужденно через какое-то время. Давайте будем реалистами. Конечно, нам всем, нам всем хотелось бы, чтобы российская армия показывала больше успехов, чтобы у нас было больше успехов в целом. Но Россия смогла без боя взять один областной центр, и то ей пришлось его оставить. При таких вводных у нас какое-то большое наступление, идея о том, что мы возьмем Киев, идея о том, что те задачи, которые поставил президент 24 февраля, будут решены. Это все маловероятно. Давайте исходить из реалистических прогнозов. Да, я с вами согласен, но, откровенно говоря, мы в общем наступление это не вели, по крайней мере, не теми силами, которые были нужны. К сожалению, у нас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск ГБССР. Помните, это было. Поэтому сейчас несколько иных способов охраны границы. Но вот задействовать на добровольной основе место населения, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Мобилизованным из Алтайского края не дают отпуск и не платят за боевые действия. Представляете, кошмар. Одну из таких историй опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». В видеообращении близкие мобилизованных пожаловали, что их мужчинам не дают положенный отпуск после шести месяцев службы. Командование на это отвечает так. Мобилизованные получают его либо через полтора года, либо по ранению. Все инстанции, куда бы мы ни обращались, отвечают, что такие вопросы полномочены решать в военкомате по месту, откуда призывались военнослужащие. Эта цепочка замкнутого круга показывает, что указания президента об оказании помощи всеми мобилизованных граждан полностью игнорируются и не исполняются. Мы просим взять наши вопросы на контроль и дать официальный ответ, к какой части прикреплены наши мужчины, куда прикомандированы. На сегодняшний день срок службы составляет уже более шести месяцев, в связи с чем им положен отпуск, который предоставлен не был. А также не начисляются выплаты за участие в боевых действиях. Просим разобраться в этих вопросах. Раньше мы себе такого не позволяли. В 21 веке в самой сильной и великой армии мира, в великой стране, людей, которые отозвались встать на защиту своей родины, отправляют на убой. В какой-то степени, благодаря авантюре президента Путина со вторжением в Украину за год войны, обрушился весь пантеон российской имперской мифологии. Появилась возможность наблюдать нутро русского мира во всей ее неприкрытой ужасности. Апогеем путинского кошмара является леденящая, просто кладбищенская равнодушие, которое стало доминирующей чертой россиян. На криминую, на передовую собирают деньги, на тепловизоры, на доски. Я говорю, все понимаю, что это наши мужики, что нужно помочь им. Но простите, это же не мы вас туда отправили. Почему вас не снабжают? Почему я буду снабжать армию России? Я ничего вообще не понимаю. Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет. Пуще прежнего. Прямым следствием общественного оцепенения стало обнуление ценности людской жизни. Матерям и женам погибших на войне оккупантов плевать на них с высокой колокольни. А ребята как в окопах верзут? Ребята в окопах, это их выбор. Верзут. Когда мы вместе, нам нет равных. Они не брезгуют брать со своих могилизированных мужиков самые мелкие подачки. Вязанку дров, пакет пельменей, билет в аквапарк, дверь на туалет. Гробовая тишина цементирует поддержку курса на насельственное опустынивание России. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Это же все в планах было. Эти планы, они изложены на бумаге. Каждое столетие с незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным западом. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за пределами, направлены для реализации главнейшей цели его. Это удержание власти любой ценой. В этом же проблема. Но зачем это все? Ведь все прогрессивное человечество, весь мир против нас. Весь мир против нас. Но они же не могут все быть неправы. Зачем мы это сделали? Куда мы полезли? Что мы себе позволили? Кто мы такие? Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины. Здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна. И у нас живут особые люди. Мы должны разговаривать. Потому что наша передача в определенном смысле это принуждение к правде ненасильственными методами. Принуждение к правде ненасильственными методами. Проводить понятие враг народа. Вот вылетает F-16, бомбит нашу территорию, атакует ракетами. Улетает условный Жешев или любой другой город НАТО. Мы атакуем эту авиабазу и F-16. Какой следующий шаг НАТО? Следующий шаг НАТО, они говорят о том, что они будут заниматься вопросами ядерными. Расширят ядерный арсенал. Выполняет самолет с топливным баком, выходит в зону, откуда он производит запуск дальнобойной ракеты. Производит, садится на территорию Украины, на аэродром подскока. 15 минут заправка и обратно возвращается, например, в Румынию. При этом все он действует под прицелом вот этой разведки, которую ему сообщают. Подняли мы самолеты. Места базирования это Североатлантический альянс. Так точно.